МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Инновационные модели и новые контракты техника Гомельской области, презентованная на выставе Белагра в Минске, зацикавила российских покупников. В первой истории моста-будования сегодня в Гомельском районе взорвали частку старой аварийной конструкции. Дякую наставникам, в Гомеле пройшел рашистый сход, присвеченный профессийному святу педагогам. А зараз об этом и иншим больше подробно. Губернаторский тыдень визитов с России завершился с встречой президента Беларуси с керонюком Брандского региона. Александр Лукашенко и Александр Богомаз сегодня мерковали суместные проекты, а так само работа семагофорума регионов Беларуси и России, який завершился в нашей столице. У целом вектор Минска у относенных до областей суседа неизмененные сябровства и взаимовыгодное супрацовництво. Брянская область – это не просто сосед, это очень дружественный нам регион, где живут практически люди, ничем не отличающиеся, абсолютно ничем от беларусов. Мы не отличаемся от вас, вы от нас. Это не то, что близкие, это один народ, вот абсолютно один. Мы думаем одинаково, мы действуем одинаково, у нас похожие экономики. Нюансы, они всегда были и будут, но мы полны решимости их решить. И думаю, что вот ваш визит этот в Беларусь как раз будет способствовать решению этих нюансов. Неплохой у нас товарооборот. Примерно за январь-июль где-то около 355 миллионов долларов. Это то, что посчитать можно. А то, что посчитать нельзя, то, что люди общаются, мы же с вами никогда не запрещали им ездить туда-сюда. Естественно, идет и такой народный оборот торговый. Поэтому это неплохой товарооборот. Но думаю, что если мы с вами замахнемся, то мы во втором периоде вашего пребывания в должности точно можем подойти к миллиарду долларов товарооборота Беларуси и Брянской области. Вы знаете, что если цель какая-то поставлена, к ней надо идти и легче достигать ее. Если цели не будет, то и не будет этого миллиарда. Поэтому неплохо было бы, если бы мы поставили перед собой вот такую задачу – миллиард долларов. Вы знаете наши возможности. Еще раз подчеркиваю, как человек земной, вы прекрасно понимаете, что мы можем сделать. То, что выгодно будет для жителей Брянской области, ну это естественно, человека надо накормить и одеть прежде всего. У нас такие возможности есть. Мы с вами работаем в этом направлении, готовы углубляться и идти дальше, чем обычный товарообмен. Надо идти больше в технологии, в науку. Вы заинтересованы, ваши товарищи об этом говорят, если брать сельское хозяйство, развитие племенного дела, другие научные изыскания, технологические. Пожалуйста, если чем-то можем помочь, мы это можем сделать. Я знаю, что в России сейчас приличный дефицит рабочей силы в строительстве. Мы свои строительные организации, вы знаете, сохранили. Знаю, что вы реализовываете очень большие программы, их много. Начинает с сельского хозяйства, дорожного строительства, жилищного строительства и так далее. Если мы будем вам полезны, будем вам благодарны, если вы нас пригласите и начертите где-то на карте в Брянске или в каком-то другом регионе кварталы, скажете, вот это надо спроектировать и построить под ключ, мы вам это сделаем, как в других областях. Отзначим, у Белоруссии и Бранской области неодренные покашики у гандли. В этом году товарооборот пересягнул 350 миллионов долларов. При этом амаль 140 з их наш экспорт. Продукты харчевания, будовничая и аграрная техника, белорусские экономичные козыры в регионе. Гонор промысловой галины сельско-господарчего машинобудования. До форума регионов Белоруссии и России примерковали международную выставу «Белагра». Найбунейшая экспозиция такого кшталту открылась на территории футбольного манежа в Минску. Об экспонентах от Гомельщины – репортаж Марины Северьяновой. До приезда офицейной делегации больше к 2 годины. Сдавалось, за этот час можно выйти у всей экспозиции. Але площадь для «Белагра» внутри манежа и территории «Звонку» настолько необдымная, что разглядать выставу можно день напролет. На угоходе выстава «Гомсельмаша». Два семи представленных агрегатов – инновационные модели. Зернеуборочный комбайн для фермерских господарок «Джиэс-200» и кормоуборочный «ФС-450», призначенный для господарок с великой колькостью буйной рогатой живелы. Зараз обо два узоры на стадо и выпробованию, яке протягнутся и после удела у выставе. Спыняемся побач с «Джиэс-200». Максима, в наступном годе комбайн можно будет увидеть и на палетках. Данная модель, мы рассчитываем, что она позволит завоевать нам новых покупателей в странах Африки, Средней Азии, в странах СНГ, таких как Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан. То есть там, где мелкоконтурные поля и, соответственно, есть необходимость в таких машинах. Сельгаз-машинобудование на Белагра представлено и предприемствами Гомель Абл Агросервису. Так, в своей экспозиции у Мазыр Техсервису, Светлагорского Агросервису, Гомель Абл Агрокомплекту и Калинковицкого ремонтного механичного завода. На выставочных пляцовках техника и живолагодушное обсталявание. Это новые узоры, яке только-только с поспехом справились с техничными выпробованиями и зараз поставляются на белорусские и российские рынки. Вот одна из новинок Гомель Абл Агросервису. Техсервис представляет на выставке Белагра сегодня зерновую селку СЗС-4,2. Значит, селка универсальная, она предназначена для посева не только зерновых культур, семян зерновых культур, но и для подсева трав. Это очень важно. Важно то, что сама селка предназначена для таких почв, тяжелых, суглинистых, которые преобладают у нас на Гомельщине. Поэтому это воспринято нашими аграриями довольно положительно и уже реализовано у нас только в нашей области порядка 60 единиц. Важность удела у всех предприемств холдинга Гомельская мясомолочная компания ухоловной национальной выставе обумолена его экспортной ориентованностью. За пандемией пришлось нелегко, а особливо складанным был красавик. Але холдинг знайшов выйти. Поколь иншие краины только выходили на пик по расповсюживанию коронавирусной инфекции, у Китая ее узровень пошел на спад. И для гомельских вытворцев это стало махшимостью нарушивать поставки продукции миновиты туда. В той период у Китая отправили больше 20% цельномолочной продукции. Отрималось выйти на промыя контракты с этой краиной и зараз, например, практически 90% сухой сыроводки экспортуют миновиты туда. В целом холдинг все лета повели, что продаж замяжу на 120%. Рентабельность от экспортных отгрузок складает 10%. А кроме того, предприемству холдингу распроцовывают новые харшовые бренды. Хотим представить новый вид продукции. Это сыр Рогачев с ароматом сгущенного молока. Кто не знает наш Рогачевский МКК, сгущенку знает, наверное, весь мир. Мы хотим и сыр сделать таким же брендовым, как и наш общий мировой бренд по сгущенке. Поэтому вот пробуйте. Новые линейки продукции у мясной галине. Например, новые колбасы по гостям. Вытворцы кажут, что их смак не быта с дятинства. Спожурцы загаджаются. Я такая любительница колбасок всяких. У вас очень вкусная. Особенно московская мне понравилась. И хорошо, что вы держите марку. По-прежнему все очень вкусно. Удачи вам всем. За годину до завершения первого выставочного дня Белагра наведывает делегация начале со старшиной Гомельского облаканка Магеннадьем Соловьем и губернатором Бранской области Александром Богомазом. Особливую цикавость у российского боку выкликают новые модели сельско-господаршего машинобудования. Кошт, могутность, правнание с европейской техникой. Презентовать промысловый потенциал региона отказано. Это залог новых взаимовыгодных контрактов. Наша задача сегодняшний день показывает то, что мы производим. И область наша промышленная должна показывать тем, чем занимаются. Особенно то, что оборудование для доильных залов, оно необходимо. Сейчас разработаем новый проект. Круссели в следующем году реализуем на территории нашей области. Поэтому это для продвижения на рынок России. Потому что нас важно не зацикливаться на одном регионе, в частности нашей области или других регионов. Поэтому мы анонсируем то, что сегодня наши комбайны работают в плане и газомоторные на территории области. И мы должны их дальше продвигать на территории России и других регионов наших соседних государств. Потому что для нас это важно. Потому что это зависит от благополучия предприятия, в том числе уровень заработной платы. Новая сельгазтехника обстановления, яке вырабляет промышленный сектор Гомельщины, цикавая для аграрообранщины. Гэтым обумолены такие потребительные диалоги губернатора российского региона с белорусскими специалистами побольше с каждой экспозиции. Новые контракты докладно будут, уповнены Александр Богомаз. Поразила техника и оборудование для мощно-товарных ферм. Это и доильные залы, это и саночное оборудование, это и танки для молока. Почему я спрашиваю? И стоимость, и что, как, то есть как они производятся, чего производятся. То есть они сегодня, я понимаю, что они ничем не уступают европейским аналогам, но по цене, по цене намного дешевле, чем то, что покупают наши производители за рубежку. Все лету в выставе «Белагра» удельничают калят 300 компаний из полутора десятка Украин. Утым леку с Германии, Эстонии, Венгрии, Италии и Китая. Самый буйный национальный форум будет працовать до четвертого кастричника. Варена Северьянова, Андрей Иванов, телераде компания «Гомель» из Минска. До инших тем, сегодня в Гомельском районе взорвали частку старого аварийного моста «Прозраку-Сош». Ликвидована конструкция злевого берга, остатня устранять на этом тыне. Наши корреспонденты – с места подеи. У совести с аварийным станом рух по мосту «Прозраку-Сош» на трассе М8 Е95, граница Российской Федерации, Витебск-Гомель, граница Украины для всех видов транспорта закрыли 30-го жнивня 2018 года. После проведенного обследования стало зрозумело – дальнейшая эксплуатация немогчима. На приконце кастричника минулого года Побач открыли новый мост. Каля трех месяцев тому почали разборку старого. Спочатку зняли пролеты непосредственно над Сожем, які перепрасывались допомогой специального экскаватора с гидромолотом. Сегодня надошла черга зносу пролетов над берегом. Выбрали самый экономный и достатково беспечный вариант. Порядка 4-5 млн, грубо говоря, разборка равновешенная, а взрывные работы 113 тыс. у нас потянули это с подготовительными работами. То есть это существенное удешевление. Там, где это можно, конечно, это дешевле и быстрее. МЧС – это профессионалы. Я считаю, что любые профессионалы любые проблемы могут решить. Поэтому процедура сложная, но все подверждается расчетами. И, в принципе, все безопасно. Знос рештка у моста вы решили проводить у два этапы. Сегодня взорвали пролеты по левым в течение реки. Прас неколький день, ответные работы проведут на правом березе. Для безопасности людей рух транспорта на этот час спынили, а навокал выставили коля 20 постов воротовальников. Специалисты республиканского отряда специального назначения МЧС провели демонтаж аварийной части пролета моста через реку СОЖ. Взрывотехниками МЧС вначале был проработан сам проект по проведению взрывных работ. Был обследован данный объект. И затем были уже непосредственно пройдены взрывные работы. На самом деле работа была выполнена с ювелирной точностью, потому что в непосредственной близости находился новый строение, новый мост, а также жилые дома населенного пункта. Железобетонные рэшки, которые утворились после выбуха, в ближайший час уберут и перепрасывают на отходы, которые можно будет выкорыстовывать. Что тычется частки опор, которые застались, то их законсервуют. Не выключено, что они станут основой для будовинства нового моста. Однако, когда начнутся отповедные работы, поколь докладно неведомо. Железобетон, который упадет, будет утилизирован. И пока больше ничего не будет происходить. Но в перспективе на этом месте основание опора останется, фундаменты. В перспективе строительства нового объекта на старом основании. Александр Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадиокомпания «Гомель». Дорогим наставникам прысвячается. У Гомеля распочались святочные мероприемства до профессийного свято-педагогов. Так, городское ушанование пройшло на пяре до дню областного доме наученцев и работников установ профессийной эдукации. Урожистости наведала Ганна Корольчук. У фойе областного дома наученцев и работников профтах эдукации святочный шматлюдно. Но в оходе гостей сустракает оркестр. Далее – розные фотовыставы. Ины расповедают про лепшие гомельские педагогичные коллективы и профессийные династии. Дорогим, сирот наставников – шматых, кто лечит свою профессию призначением и присвятил ее все житё. В Ольга Борсук у дошкольной эдукации працует, например, 26 лет. В дошкольное образование я пришла в 1994 году в качестве воспитателя. Свою работу, свою профессию очень люблю. В дошкольном образовании не бывает случайных людей. Остаются работы только те, кто действительно предан детям и предан своей профессии. Без любви к этим малышам, с открытыми глазами, полными доверия, просто невозможно работать в дошкольном учреждении. После памятных вздымков на фотозонах гостей запросили в залу на святочный концерт «Дякую наставник». У им приняли удел керавництво Гомельского горвыконкама, Совета депутатов и Галинового правкама. Лепших педагогов областного центра узнагородили грамотами, подзачными листами и подарунками за выдатное досягнение их учняв. Так, например, все лето 18 выпускников отримали стабальные сертификаты по централизованным тестированиям. Возможно, только со временем мы начинаем понимать и осознавать, что именно учитель, именно наш педагог заложил в нас уверенность, заложил оптимизм и заложил все самые добрые качества и чувства, для того, чтобы правильно оценивать ситуацию, правильно на нее реагировать, а самое главное – уметь любить. Любить свое дело, любить свою семью, любить свою родину и любить людей. Ушановывание лепших педагогов в области пройдет завтра в областном громадско-культурном центре, а в неделю наставники смогут сустроить профессийное свято около семьи. Ганна Караачук, Василия Сипцов, телерадио «Компания Гомель». Сто годов на варте парадку у Гомеля ушановывали супрацовников патрульно-постовой службы милиции. Врачистая церемония отбылась у гисторика демонстрационной зали областного управления внутренних справ. Супрацовники милиции отримали у знагороды гонор юбилею. Сярод их – нагрудный знак службы безопасности президента, медали «Сто годов милиции» и подяки грамоты Министерства внутренних справ. Свято объеднало правоохолников из усяго региона. На сегодняшний день вековой рубеж этой службы значим хотел бы обратиться к ветеранам, к действующим сотрудникам, пожелать им крепкого здоровья, настоящей удачи, товарищеского плеча и самое главное, чтобы был мир и покой в нашей стране. Особливая увага ветеранам службы. Те, кто по этот день делится своим опытом, так само отримали заслуженные у знагороды. Здесь, конечно, прошли мои лучшие годы. Я отдал пять лет замком командира батальона, пять лет командирам батальона. И вообще моя служба всегда прошла в службе охраны общественного порядка. Выполняли мы это честно, добросовестно. Выстава «Холодной зброи» открылась в Угольненском областном музее военной славы. В экспозиции коле 130 экспонатов, многие из яких демонструются в першиню. Как ожидается, выстава под назвой «Близк клинка и звон холодной стали» будет працевать до конца года. Сярод представленного кортики, кинжалы, тисаки, штыки, мячи и кастеты выраблены в разные часы в разных краинах света. Сярод их зброя, якая была конфискованная с опрацовниками милиции и передадена у фонды музея военной славы. А прочитаю, по словах организаторов, шмат якие экспонаты в Беларуси сустракаются вельми редко, что так само повышает интерес до выставы. Хоть по великим рахунку, не все экспонаты изъявляются непосредственно «холодной зброи». Во усилякем выпадку, с этого списа можно напевно выкраслить масонские шпаги, так само детячие и так званые кабинетные ножи, которые вырабляются для оприхоживания покоев. Дорогие аналоги некоторых, спроставленных у Гомеля экспонатов, можно убачить в сусветно-вядомых киностушках. Тот самый кабар, который представлен на выставке, он даже в «Звездном десанте» представлен, даже в фантастическом фильме. И американцы считают, что этот нож даже в войнах будущего, в космических войнах, будет присутствовать. Но это тоже о чем-то говорит. Ну, у нас довольно-таки хорошая подборка штыков к автомату Калашникова. Наверное, все считают, что Калашникова – легенда, штык к нему, видимо, тоже. Хотя изначально Калашников был учрежден без штыка, и первоначально штык Калашникову не был положен. Но потом все-таки решили, что без штыка автомату не обойтись. Это и иншая новинная информация о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго доброго. Сачите за эфиром. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Турове МАЗ протаранил легковушку. ДТП произошло в момент обгона. Грузовик пошел на опережение, когда водитель автомобиля «Опель Вектора» выполнял левый поворот. За рулем иномарки находилась 24-летняя девушка-водитель. По предварительной информации ЭГИ, при совершении поворота налево водитель не убедилась в безопасности маневра, не посмотрела в зеркало заднего вида и не предоставила преимущества в движении автомобилю МАЗ под управлением 55-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и совершал обгон. В ДТП девушка получила телесные повреждения и была доставлена в хирургическое отделение. Согласно правилам дорожного движения, при осуществлении маневра необходимо заблаговременно подать сигнал святого указателя соответствующего направления в случае его неисправности либо отсутствия, а также при включенной аварийной сигнализации рукой. При этом необходимо убедиться в том, что действия безопасны и не создадут угрозы безопасности для других участников дорожного движения. Транспортная инспекция провела проверку по факту смертельного ДТП с участием такси в Будокошелевском районе, где водитель сбил велосипедиста. Оказалось, мужчина работал без выходных и у него не было допуска к участию в дорожном движении. Наезд произошел 2 августа на 9-м километре автодороги Будокошелева-Уваровича-Калинина. Таксист и велосипедист двигались в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. Транспортная инспекция выяснила, что перед выездом на линию не проводился обязательный контроль технического состояния автомобиля и предрейсовый медицинский осмотр. Транспортное средство не имело разрешения на допуск к участию в дорожном движении, также не было организовано прохождение планового техобслуживания авто. У водителя отсутствовала медицинская справка, а на момент ДТП он не соблюдал режим труда и отдыха. Продолжительность рабочей смены составила более 12 часов. При этом услуги по перевозке пассажиров оказывались более 6 дней подряд без выходных. Назначены штрафы, выданы предписания. Рецидивиста, который специализировался на кражах из подвалов, задержали сотрудники милиции. Подвальный вор попался с поличным. После того, как попытался в очередной раз продать с рук краденное имущество. Задержанный – житель Бобруйска. Воровское турне совершал всегда в одно и то же место – городской поселок Октярский. Там выбирал слабо укрепленные подвалы многоэтажек и при помощи лома вскрывал замки. Вещи, а это преимущественно велосипеды, электроинструмент и рыболовные принадлежности, потом сбывал за копейки в Бобруйске, причем сразу на вокзале. Мужчина 41 раз привлекался к административной и 9 раз к уголовной ответственности. На данный момент за кражу у него юбилейная 10-я уголовная статья. Сотрудники милиции устанавливают поджигатели остановки общественного транспорта. В Гомеле 12 сентября в районе 22 часов неизвестный облил неустановленным веществом крышу остановки общественного транспорта улицы Нагорная и поджег ее. Объекту городской инфраструктуры причинен ущерб. Если вам что-либо известно по данному факту, просим сообщить об этом в железнодорожный районный отдел внутренних дел города Гомеля по телефону 50 94 04 или по номеру прямой линии 102. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завтра пройдут очередные поединки чемпионата Беларуси среди команды экстралиги. Хоккейный клуб «Металлург» сыграет на выезде с «Динамо» молодечно. Гомель поедет в гости к Неману. Стартовый свисток обоих матчей прозвучит в 19.00. В эти выходные пройдет третий тур женского чемпионата Беларуси по волейболу. 3 октября мозорская жемчужина Полесье встретится с Атлан БарГУ. Матч начнется в 16.30. Напомню, сегодня должна была состояться первая игра четвертьфинала Кубка Беларуси. Но ее отменили. Представительницы Гродно ушли на самоизоляцию. Первенство области по вольной борьбе проходит в Гомеле. В турнире участвуют юноши и девушки 2005-2006 годов рождения. Каждый район Гомельщины предоставил команду. За медали борются около 160 спортсменов. Для детей это первые соревнования после вынужденной паузы. Они же являются отборочными для республиканского первенства, которое пройдет в Пинске в июле следующего года. Первый старт у детей после пандемии. Как бы просмотреть, команду выбрать. Как соревнования показали, пандемия себе дала знать, процентов на 70 дети готовы. Нужны старты, они сидели полгода без стартов, никаких соревнований не было. Как бы надеемся, что в дальнейшем будет все лучше, и будут турниры, и дети подготовятся на 100%. В областном центре пройдет 26-й турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Беларуси Владимира Копытова. В турнире планируется участие 250 спортсменов не только из нашего региона, но и из других областей. Начало соревнований 2 октября в 10.00. Торжественное открытие пройдет в 17.00. На второй день первенства запланированы финалы за призовые места. Они начнутся в 10.00. В Гомеле проходит открытый чемпионат области, посвященный памяти заслуженного тренера БССР Александра Гинзбурга. Турнир проходит по программе республиканских соревнований в дисциплине прыжки на акробатической дорожке. В соревнованиях участвуют юноши и девушки, а также взрослые спортсмены. Всего три возрастных группы. За награды борются 85 акробатов из Гомельской, Витебской и Могилевской областей. На турнире выступают и лидеры сборной Виктор Антипенко и Дмитрий Новоселов. Косяк сборной Беларуси у мужчин и у юношей – это гомельские спортсмены. Как они на этих соревнованиях выступят, неизвестно. Если только сейчас финалы будут, так пока вроде неплохо. Но это чемпионат области, у нас чемпионат Беларуси через две недели в Гомеле будет. Там уже ответственный старт, самый главный старт. Там уже будет видно. А так это как бы один из этапов подготовки к чемпионату Беларуси. Я могу оценивать, потому что мы прыгаем уже, работаем несколько месяцев. Я думаю, форма не пик, конечно, но более не менее хорошо. Для спортсменов это первые соревнования после паузы. Этот турнир станет одним из этапов подготовки к чемпионату Беларуси. Он пройдет в Гомеле через две недели. Кубок Гомельской области по стрит-воркауту пройдет в Гомеле 3 октября. Соревнования пройдут на площадке средней школы номер 45. В этом году организаторы предлагают участникам три номинации – подтягивания, отжимания и фристайл. Подтягивания на турнике должны выполняться без рывковых движений и раскачки, а подбородок должен быть строго над перекладиной. Также и при отжимании на брусьях запрещается раскачка и выполнение задания без фиксации в верхней точке. В индивидуальном фристайле участники покажут свободную программу, в которой судьи оценят силовые и динамичные элементы технику исполнения и артистизм. К участию приглашаются все желающие. Нужно только зарегистрироваться в официальных группах проекта «Рук дворовых гульня». Завершится прием заявок 2 октября. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.